Господа, Антонио с вами. Итак, быстрый вопрос. Какая пара туфель у вас самая дорогая? Пишите в комментариях. Верьте или нет? Но я думаю, что готов угадать, какие у вас самые дорогие туфли. Как я это делаю? Ребята, это просто. Самая дорогая обувь у вас в гардеробе это та, которую вы никогда не носите. Разве не так? Если вы покупаете себе туфли за 100 долларов и носите их всего один раз. Затем вы покупаете туфли за 350 долларов и надеваете их 350 раз. Угадайте, 100 долларов за один раз или 1 доллар за раз? Что выгоднее? Джентльмены, туфли это та часть гардероба, которую необходимо уметь подбирать, потому что хорошие туфли дорогие. И если вы сможете подобрать хорошую обувь в правильном порядке, вы сможете отработать свои деньги, особенно если будете за ними следить. Сегодня я покажу вам 5 пар обуви и порядок, в котором их следует покупать. Мы говорим о туфлях, конечно. К этому видео идет электронная книга, вы можете ее скачать, она абсолютно бесплатная. Это самое настоящее руководство для мужчин. Видео это краткий обзор этой книги. У меня тут 12 экземпляров, о которых я поговорю, чтобы у вас появилось понимание, о каких туфлях идет речь и какую обувь стоит себе брать. Потому что когда наступит момент, то вам, джентльмены, придется делать выбор в вашем профессиональном стиле, в вашей личной потребности и вашем стилем жизни. Сейчас мы пройдемся по всем этим пунктам. Не существует правильных туфель, но в любом случае я бы хотел, чтобы вы так думали и обращали на это немного больше внимания перед тем, как сделать решение о покупке. Давайте перейдем к первой паре туфель. Балмар Оксфорды. Это цельные туфли. Они обладают элегантным дизайном. Но мы поговорим о простых Оксфортах со шнуровкой. У них есть носок, у них цвет темно-коричневый, цвета запекшейся крови. Они отлично подойдут для костюма, и это именно те туфли, которые необходимо купить себе первыми. Чтобы носить их с костюмом, они подойдут для любого повода. От свадьбы до похорон, навстречу с президентом, с директором компании. Это те моменты, когда вам надо выглядеть хорошо, и пара туфель, которые всегда вас выручат в эти моменты. Черные туфли де-факто будут для большинства из вас любимым цветом. Но стоит быть аккуратными. Несмотря на закрытую шнуровку, мы можем заметить, как кожа деформируется на носке со временем. Но их в любом случае можно надеть с костюмом. Да, кстати, ребята, эти туфли от Пол Эванс, как и большинство других экземпляров, которые я буду демонстрировать. Эта пара сделана компанией Черчес. У меня также есть Ченнис и Олден. Существует множество хороших компаний. Я о них пишу в своей книге. Но первые туфли, с которых следует начинать, это Балморал Оксфорды. Дальше переходим к полуботинкам. Сразу хочу заметить, что у них открытая шнуровка. Это создает большую разницу. Также у таких туфель возможны рисунки или заметки. Также в большинстве случаев они будут светлее. То есть эти туфли больше подходят для выходного дня. Редко, когда они будут смотреться хорошо с костюмом, но зато они отлично будут выглядеть вместе с повседневной одеждой. Например, темные джинсы или с парой серых фланелевых штанов. И под спортивный пиджак. Эти туфли точно будут разносторонними. Они замечательны, и думаю, что такие туфли должны быть вторыми в гардеробе мужчины. Следующие у нас слепоны, или туфли без шнуровки. У меня много разных моделей слепонов, которые я вам покажу. Причина, по которой я люблю слепоны, они очень комфортны. Когда путешествуешь, особенно в аэропорту, быстренько их снял, надел, когда проходишь через металлодетектор. У них очень много разновидностей, и большинство мужчин даже не подозревают. Например, Монки. Я их тоже отношу к слепонам, потому что не надо ничего шнуровать. Я бы хотел все-таки пойти в сторону более темных моделей, дело не только в цвете. Об этом подробнее я пишу в книге. Туфли с кисточкой. Они будут менее формальны, чем туфли с пряжками. Но я часто встречаю мужчин, особенно в Америке, которые надевают такие вот туфли под спортивный пиджак или куртку. Они отлично будут выглядеть под джинсы. А если они очень темного цвета, либо даже черные, то можно попробовать надеть их под костюм. Но в больших городах следует быть поосторожней. Теперь немного повеселимся. У меня тут в руках замшевые слепоны. Замша придает таким туфлям очень необычный вид. У нас есть еще и макосины или водительские туфли. Такая подошва очень удобная, особенно в машине. Когда у обуви такая подошва, то вы не захотите носить ее просто для прогулки, потому что она быстро сносится. Но если вы проводите много времени в машине, и вам надо пройтись только до двери, то это отличные туфли. Четвертый тип обуви, который мы рассмотрим, это туфли-ботинки. У меня тут есть чукки. Они происходят из Англии. Если я не ошибаюсь, то это походные ботинки. Они с тех пор немного изменились. У моих цвет темно-коричневый. Это тоже Пол Эванс. Надо заметить, что у них открытая шнуровка, что делает их менее формальными. Я думаю, что они отлично выглядят под серые шерстяные брюки, под какой-то необычный пиджак. С джинсами тоже отлично выглядят. Вы также можете видеть ботинки Челси. Они реально круто выглядят под все, что я говорил ранее. У них более упрощенный дизайн, так что их иногда можно надеть под костюм. Я знаю, что некоторые из вас говорят, Антонио, я не могу поверить, что ты рекомендуешь нам носить ботинки под костюм. Но как бы не так. Если ты живешь в Нью-Йорке или Чикаго, в городе, где погода может испортиться, вы, думаю, уже понимаете, о чем я. Надеть ботинки в такой ситуации – это то, что вам нужно. Неважно, на улице дождь, слякоть или снег. Вам надо надеть туфли. А у этих ботинок пятка идет выше, что защищает вас от непогоды. Итак, джентльмены, вы, наверное, задаетесь вопросом, какая же пятая модель обуви? Ребята, я хочу, чтобы вы вернулись обратно и просмотрели все те четыре вида, которые я только что упомянул. Поймите, какие туфли вы носите больше всего и попробуйте найти такие же, но только немного другого фасона. Чтобы не повторяться, я только что вам продемонстрировал по три модели на каждую категорию. И не только в цвете, но также и в мелких деталях дизайна. Я совсем не говорил о брогах или вингтипах, но эти однозначно будут отличным дополнением к гардеробу. Джентльмены, когда речь заходит об обуви, то вам следует найти те самые туфли под вашу потребность. Если обобщить, то мне нравятся наиболее простые варианты. Более темный цвет, а также придерживаться одного тона для всех моих туфель. В моем случае это темно-коричневые и цвета запекшейся крови. Я понял, что они подходят под все, что у меня есть в гардеробе. Я могу их надеть на формальную встречу, либо просто на прогулку. Я не из тех, кто любит черную обувь. Но если вы из тех, кто любит черную обувь, то убедитесь в том, что ваша обувь совмещалась с вашим гардеробом. Как я уже говорил, вся дополнительная информация в моей бесплатной книге, которую вы можете скачать по этой вот ссылке, 85 страниц качественной информации. Пишите ваши мысли в комментариях и до встречи в следующем видео. Берегите себя.